Всем привет! Добро пожаловать на канал, меня зовут Роберт Лосевский и в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о том, сколько нужно инвестировать в дивиденды, чтобы потом жить от этих дивидендов и, в принципе, иметь это как пассивный доход и больше не работать. И теперь давайте посмотрим на мой портфолио в Робин Гузе, чтобы я мог более подробно объяснить, как это работает и как вы можете жить от своих дивидендов. Поехали! Как мы уже видим, на данный момент мое портфолио составляет 1852 доллара и 42 цента. За день это портфолио увеличилось на 1 доллар 55 процента или на 28 долларов 25 центов. И если мы пролистаем до конца, то за все время это портфолио увеличилось с 1098 долларов до 1851 доллара 93 центов или 68 процентов. И как вы можете видеть, в покупной способности у меня сейчас нет денег, потому что я раз реинвестирую свои дивиденды обратно в акции и не храню долгое время в покупной способности. И если мы можем заметить, что за последнее время у меня прирост в трех акциях за все время, но все остальные, что красные, это те, что раньше были в минусе и сейчас продолжают быть, но эти три тоже были раньше в минусе, но сейчас они вырастут в цене. Давайте посмотрим, например, на компании Apple. Компания Apple платит дивиденды в размере 0.44 процента в год. То есть получается, какую бы сумму вы ни инвестировали в Apple, от этой суммы вам будет платиться 0.44 процента в год. Но это будет общая сумма, и она разделена конкретно в Apple на Water, и если по-русски, то получается, она разделена на оплаты в каждые три месяца. То есть Apple не платит дивиденды каждый месяц, он платит дивиденды каждый три месяца. Но, например, если мы зайдем в компанию All, или по-другому называется Realty Income, то эта компания платит дивиденды в 0.21 процент в год, и она разделяет эти оплаты на каждый месяц. Если мы пролистаем в Саунис, то в истории вы можете видеть, что в апреле я получил 0.35, в мае 0.35, в июне, июле и так далее. Как же можно посчитать, сколько вам нужно инвестировать, например, сколько вам нужно вложить в компанию Realty Income, чтобы она вам платила желаемую сумму. И для каждого человека это может быть разная желаемая сумма, для кого-то это может быть 40 тысяч долларов, для кого-то 60, для кого-то 100 и более. Давайте я беру такой базовый пример, например, 40 тысяч долларов. Если мы сейчас управляем компанию Realty Income, долистаем дивиденды, увидим, что она платит 5.21 в год, и посчитаем, сколько будет инвестировать эту компанию, чтобы, например, получать 40 тысяч долларов в год от этой компании. Мы берем 40 тысяч долларов, делим на 5.27%, нажимаем равно, и получаем, что компания Realty Income, которая платит 5.27% дивидендов в год, чтобы получать 40 тысяч долларов в год пассивного дохода от этой компании, вам надо инвестировать в нее 759 тысяч до 13 долларов и чуть-чуть там. Таким образом, вы можете рассчитывать то, сколько надо инвестировать в те или иные компании или, например, в много разных компаний, чтобы понять, сколько надо инвестировать в сумме, чтобы получить желаемый доход. Кроме того, что компания платит дивиденды в процентах от 3 до 5 или средние 4%. Еще есть такое правило, называется правило 4. По сути, это означает, что, чтобы рассчитать свой желаемый доход от дивидендов, вам можно это посчитать с помощью 4%. 43 долларов и денег на 4%, что получается 1 миллион. То есть, грубо говоря, чтобы получить 43 долларов при 4%, вам нужно вложить 1 миллион. Но есть такая еще штука, что кроме того, что вы вкладываете в компанию, которая платит дивиденды, кроме этого, эта компания еще растет в процентном соотношении в среднем 8% в год. Для этого может быть больше, для этого может быть 10, 12 и так далее. Если мы зайдем в мое портфолио и нажмем «возвать за год», то, например, мое портфолио из всех компаний, куда я инвестировал, даже с учетом того, что у меня здесь минусы, мое портфолио выросло в цене на 36.91%. Хотя в среднем этот показатель где-то от почти 10%. Что, в принципе, не плохо. За счет этого мы сначала считали, сколько вам надо инвестировать, чтобы получать такую сумму дивидендов. Но сейчас можем посчитать, кроме дивидендов, еще то, что компания будет расти на в среднем 8%. Мы берем 43 долларов и уже делим на не 4%, а 8%. И из этого мы получаем 500 долларов, хотя до этого было миллион. И это правило работает таким образом, что если у вас лежит в акции 500 долларов, каждый год вы можете, не считая дивидендов, снимать 45 долларов от этого портфолио. И ваше портфолио все равно будет каждый год оставаться примерно точно в текунде 500 или долларов. Потому что каждый год он растет примерно на 8%, а иногда больше. Да, бывают времена, когда, например, была корона, и все акции вообще упали на до 30-40%. С момента того, как корона прошла, акции все равно выросли на фону больше, чем были дивидендов. Также, если вы не хотите делать сложный путь, нужно выбирать, в какие конкретно акции вы хотите инвестировать, анализироваться, будет прости, не будет прости и так далее, вы также можете инвестировать в ETF. Я уже насказал в предыдущих видео, это как такая корзинка акций. И, грубо говоря, инвестируя 100 долларов в это ETF, вы инвестируете эти 100 долларов, которые разбиваются на 500 самых популярных компаний. Одно из популярных ETF называется VOO. И если мы нажмем поиск и откроем VOO, мы увидим, что VOO стоит 480 долларов, и VOO также платит 1.26%. Это не так много, но плюс VOO в том, что VOO отслеживает 500 самых популярных компаний, и за счет этого этот средний процент в рост в 8 или более процентов будет оставаться всегда таким же. И, как вы можете видеть, за все время оно постоянно растет, начиная. С 2010 года – это наше сегодняшнее время, а то, что если вы уложили в эту компанию VOO в 10-м году сентября, то ваш счет уже будет 30-70%. Однако в VOO есть условия, если вы пролистаете чуть лучше, то вы увидите вся информация об этом ETF. И также здесь есть пункт под названием Expense Ratio, что обозначает, что те люди, которые создали этот VOO, они, так скажем, потратили свое время на нахождении этих самых больших акций и анализируют, какие акции в VOO за, так скажем, их работ каждый год, если вы будете вкладывать в это ETF, с вас будет списываться на целых примерно 3% Expense Ratio. То есть, грубо говоря, вы можете считать, что если вы брать это Expense Ratio, то ваши дивиденды будут с этой компанией не 1.26%, а 1.23%. Это такая небольшая плата за то, что они проделали эту работу, и вам нужно вложить только в одну акцию, чтобы отслеживать все 500, а не под реальных акций и каждый раз их отслеживать, продавать, покупать или вообще что-то с ними делать. Также я составил для вас пример таблицы о том, как вы можете отслеживать дивиденды, как будет ввести в ваше портфолио, если вы инвестируете определенную сумму. Я сделал это в одном очень удобном сайте под названием Tracking Dividends. И в этом сайте он, по сути, помогает вам отслеживать ваши дивиденды, что очень удобно, потому что вы здесь можете добавлять вашу акцию. Если вы, например, нажмете на этом сайте Add Holdings, то можете добавить тикер-символ, это, по сути, как называется акция, то есть, например, для Realty Income тикер-символ будет буква O. Например, мы вводим букву O, мы вводим, сколько у вас акций этой компании, давайте, предположим, 10. И Cost Per Share, обычно оно само довольно неплохо высчитывает, по какой сумме вы купили, потому что оно отслеживает сумму текущую, которая на маркете. Но вообще, если она не такая, вы можете ее спокойно поменять. И нажимаете Add Holdings. Я не буду сейчас этого делать, потому что я специально сделал для вас примерное портфолио, как оно может выглядеть, если вы хотите доход примерно в 45 тысяч долларов в год. Как вы можете видеть, я добавил несколько акций, добавлял их очень много, чтобы было легче считать. И, например, здесь вы можете видеть, что компания Apple, Sochers по цене 209.64, какое у нее изменение за текущий день, какая ваша средняя цена. В один день мы купили акции Apple, они стоили 200 долларов, в другой 250, и она примерно высчитывает вашу среднюю цену для акции. Какой у вас профит или потери. И здесь написано, какие проценты дивидендов они платят. И высчитывает ваш годовой доход от этой компании в зависимости от того, сколько акций вы имеете. Остальные функции, как в Dividend Safety, здесь недоступны. Она доступна по платной версии, но я этим не пользуюсь. На самом деле, анализ того, насколько безопасно инвестировать в эту компанию. Так, и здесь мы можем нажать Diversification. И здесь показывает, в какие компании у вас сколько инвестировано, а также в какие секции в компании здесь инвестировано. То есть, мы можем видеть, что довольно много инвестировано в технологии. И в технологии входят Apple, IRM, Microsoft. Также здесь энергия, real estate и многое другое. Здесь вы можете видеть, какие у вас холдинги и ваши топ-холдингов. По сути, те компании, в которые вы больше всего инвестировали. Какие компании платят дивиденды. В моем случае это все. И также разные очень полезные характеристики, как вы можете отслеживать и анализировать эти компании. Дальше самое интересное. Если вы нажимаете Upcoming Dividends, по сути, оно показывает, в каком ближайшем месяце и сколько вам придет дивидендов. То есть, например, в августе здесь будет 2,260. Например, если мы берем на сентябрь, это будет 6,879. Здесь же будет уже меньше, больше и так далее. И, как вы можете видеть, оно довольно циклично. И почему здесь начинается от самой маленькой суммы и заканчивается самой большой, все зависит от того, когда компания платит дивиденды. То есть, например, Apple, как мы уже видим, здесь будет платить в августе, ноябре, феврале и мае. Ну, например, видим компанию AG&C, которая платит каждый месяц, но по чуть-чуть, 0,35-0,35. И также со многими компаниями, как видите, те компании, которые платят каждый месяц, во-первых, там меньше суммы, а во-вторых, их довольно мало. Но, тем не менее, в компании All платят каждый месяц по 526 долларов. Итак, можете отслеживать, когда и в какое время вам сколько придет дивиденд. Здесь даже есть календарик, который показывает сумму, сколько и в какой день вам придет. То есть, например, тут по доллару, но, например, если мы дойдем до 7-го числа, здесь, например, 947 долларов. Здесь также видно, какие дивиденды, с каких компаний платятся, в какие даты. И дальше есть еще вкладка Future Value. Future Value – это вкладка, которая при правильных настройках показывает вам, как ваше портфолио вырастет при определенных ваших действиях. То есть, оно берет средний рост дивидендов, также среднее поднятие цены, но на самом деле здесь оно не совсем правильное, потому что обычно это 8%, и максимум дивиденд yield – это какой максимальный будет процент дивидендов. Я обычно ставлю, что это будет 4%. И сколько вы будете инвестировать каждый год в это портфолио? Я пока поставлю 0, нажму Update Chart, и мы видим, что за 10 лет это портфолио с 1 500 000 вырастет до 3 844 000, а годовой доход с дивидендов будет составлять, начиная с 45 000 и через 10 лет 95-990 000, при условии того, что вы даже ничего не будете инвестировать туда еще, но дивиденды будут каждый раз реинвестироваться. Но если мы напишем хотя бы, например, 2000, запомните, что здесь было в конце 95-990, нажмем Update, и мы видим, что это уже стало 96-718, но что если мы нажмем на 25 лет, предположим, и через 25 лет стартовый доход с дивидендов 45 000, а конечный 301 000, при условии, что вы будете инвестировать 2 000 в год в это портфолио. И также здесь еще есть ресерс, где вы можете делать некоторый ресерс по вашим акциям, какие вы хотите инвестировать. Education я никогда не заходил сюда, так что даже не буду ее открывать. И вот это очень полезное приложение, которое вы можете использовать для отслеживания дивидендов. Также вы можете их использовать для отслеживания дивидендов в разных аккаунтах. То есть Summary показывает вам во всех ваших аккаунтах, а, например, при нажатии на какой-то конкретный, вы будете видеть ваше портфолио только с одного аккаунта. Также я хотел вам продемонстрировать и рассказать, вообще, почему компании платят дивиденды. По сути, здесь все очень просто. Грубо говоря, например, возьмем компанию Apple. Она платит не очень большие дивиденды, по той причине, что компании, которые платят дивиденды, например, если это большие дивиденды, большие я имею в виду по 3 или 4%, как, например, Realty Income, то это те компании, которые решили, что они хотят разделять свой годовой доход компании вместе с теми людьми, кто инвестирует в их компанию. И вот Realty Income или OU, это вот компания, которая платит своим вкладчикам 3 с чем-то процента в год. Apple платит всего 0.50 с чем-то процентов, но Apple больше реинвестирует свои деньги с доходов обратно в продукт. Поэтому каждый год мы получаем какие-то новые айфоны, новые фишечки, новые продукты и так далее. Они стараются больше инвестировать в компанию, нежели поощрять тех, кто покупает акции в компании. У каждой компании свое видение, как они хотят распределять дивиденды. Также я хотел бы вам продемонстрировать конкретно мое портфолио, как мои дивиденды менялись. И если мы зайдем за 2021 год, за 2021 год я начал инвестировать где-то в марте месяце, в апреле я не получил ни одного дивиденда, но уже начиная с мая я начал получать небольшую сумму дивидендов. Как вы можете видеть, в сумме за 2021 год это принесло мне 44 доллара. И я на то время инвестировал по 50 долларов в неделю. А в 2022 году они уже начали чуть-чуть увеличиваться. Как вы можете видеть, в мае 2021 было 1,55, а в 2022 уже 8 долларов. И за год тогда я заработал 130 долларов. В 2023, где-то в средине года, я перестал так постоянно инвестировать, и мой доход чуть-чуть снизился, он стал 113. А в конце 2023, начало 2024, я снял некоторую сумму с Робин Гуда, и поэтому дивиденды стали чуть-чуть меньше. Но тем не менее, уже за июнь месяц, с начала года, я заработал 47 долларов. Что тоже считаю неплохо, с учетом того, что, как я и говорил ранее, дивиденды вам платятся, и вы ничего для этого не должны делать после того, как вы купили акцию компании. Есть также минусы того, когда вам платят дивиденды. Не сказать, что это минус оплаты самих дивидендов, но это больше к тому, что, когда вы получаете дивиденды, вы платите с них налог, даже если вы с этих дивидендов ничего не оплачивали. Например, я получил с дивидендов 14 долларов. Даже если я не вывел эти деньги, не потратил, там, сказать, на мороженку эти деньги, я все равно буду платить в конце года с них процент налога для ИРС, потому что ИРС всегда хотят взять свои деньги. Но есть такое правило насчет дивидендов, что в Америке доход от дивидендов начинает быть налогооблагаемым только тогда, когда эта сумма перескочит 40 тысяч долларов. То есть, пока вы от дивидендов за один год не получили больше, чем 40 тысяч долларов, вы не будете облагаться налогом. А если вы заполняете налоговую декларацию, например, с вашим супругом или супругом, то эта сумма, не облагаемая налогом, увеличивается до 80 тысяч долларов. То есть, пока вы не заработали эти суммы с дивидендов, вы не будете платить налоги. И вы, наверное, подумаете, о, ну подумаешь, ты заработал здесь 14 долларов, это не так много. Да, но давайте посчитаем один момент. 14 долларов 85 центов. Например, хочу, чтобы эта сумма мне приходила с компанией Apple. И давайте посмотрим, как это рассчитать. То есть, если мы откроем компанию Apple и посмотрим, что Apple платит 0.46%. Мы считаем на сумму 14.85. То есть, мы заходим в калькулятор и смотрим. 14.85 делим на 0.46%. И получаем, что нам нужно инвестировать в Apple 3228 долларов только для того, чтобы получить эти 14.85 доллара. Так что, казалось бы, что это не так много, но на самом деле, если посчитать таким образом, то это не так уж и мало. То есть, мне нужно было найти где-то дополнительные 3228 долларов, чтобы инвестировать в Apple, чтобы получить с них за год 14.85%. А это, прошу заметить, не за год, а за месяц. Только за апрель месяц со всех моих акций, которые платили в этот конкретный месяц. Также на тему пассивного дохода, кроме дивидендов с акций, я еще получал процент от инвестирования в мою криптовалюту в приложение Gemini. Но, к сожалению, приложение столкнулось с некоторыми проблемами банкротства компании, с которой оно сотрудничает. И после этого случая я вывел деньги с этого приложения и больше не планирую инвестировать конкретно в нем, да и в принципе в сторонних приложениях, где инвестировать в криптовалюту. А теперь я буду стараться инвестировать в криптовалюту только в сертифицированных местах и сертифицированных приложениях, где вы будете иметь все свои приватные ключи для вашей криптовалюты, чтобы ничего подобного с ней больше не случилось. Но об этом я расскажу в следующем видео, так что следите за каналом. По сути, сколько инвестировать в акции и какой доход вы хотите получать от акции, вы должны решить для себя. Все зависит от вашей конкретной цели. Например, в моем случае мой желаемый пассивный доход от акции это 100 тысяч долларов. И конкретно для этой цели, чтобы легко посчитать, мы можем взять 100 тысяч и разделить на 4%, что составляет 2 миллиона 500 тысяч долларов, для того, чтобы рыть от дивидендов только и больше работать. Если мы используемся правилом роста акций, что составляет 8%, то мы берем 100 тысяч и делим на 8%, и это уже 1 миллион 250 тысяч, что в разы меньше, чем было до этого в два раза. Но еще есть один такой лайфхак. Вы можете инвестировать в акции, проживая в Америке. Кстати, это небольшое отступление. Чтобы инвестировать в Робин Гуде, вам нужен обязательно social security number. Так вот, если вы хотите, например, вы проживаете в Америке, работаете в Америке, но в итоге вы не планируете жить здесь, и на старости вы планируете жить, например, в своей родной стране, как для меня, например, Беларусь. И для этого, для проживания в каких-то других странах, я буду говорить только за Беларусь, потому что знаю про нее чуть больше, вам нужен намного меньше доход, чем вам нужен в Америке. И рассчитая этот меньший доход, вы поймете, что вам нужно намного меньше инвестировать в акции и получать от этого дивиденды, чем если вы хотите проживать в Америке. Как, например, каких-нибудь 40 тысяч долларов будет вполне достаточно, чтобы спокойно жить хорошую жизнь в год, например, в какой-нибудь другой стране. И, как я уже показывал до этого, если мы пролистаем в моем приложении Robinhood, вы увидите, что множество акций сейчас в минусе, и некоторые даже в очень большом, как, например, самые низкие, я думаю, это компания NIO. Это компания, которая производит китайские машины, сейчас она в минусе на целых 55%. Но на самом деле, когда эти акции находятся в упадке, это на самом деле хороший знак, если вы планируете инвестировать на протяжении долгого времени, как, например, 10, 20 или даже 30 лет, потому что, так как я уже говорил, если мы посмотрим портфолио за все время, оно постоянно падает и растет, но в дальнейшей перспективе вырастет, то когда вы покупаете акцию в минусе, вы, по сути, можете считать, что вы покупаете ее по скидке. И, грубо говоря, за меньшие деньги вы купите больше акций, если они еще платят дивиденды. Дивиденды рассчитываются от не той суммы, которую вы вложили в акцию, а той, сколько конкретных кусочков акций вы имеете. И чем больше этих кусочков, чем больше вы можете купить кусочков за меньшую цену, тем больше вам потом будет платиться с них дивиденды. И я, на самом деле, не планирую снимать эти акции довольно долгое время, я думаю, до, так сказать, определенного пенсионного воздуша, конечно, это не какие-то там 60 лет, но, грубо говоря, если эти акции еще будут у меня в портфолио, и я буду дальше инвестировать на протяжении следующих 20-30 лет, то есть еще один сайт, который вы можете проверить, он называется marketbeat.com, и здесь вы можете поставить ваше текущее портфолио, как давайте поставим, например, начальную цена портфолио, скажем, 5 тысяч, в год вы планируете инвестировать, давайте скажем, 12, и здесь высчитывается процент на дивиденды, эти числа 10 и 10 остаются по стандартному, это тоже высчитывается стандартно, и также сколько лет вы планируете инвестировать, давайте поставим 30, и нажимаем посчитать, и мы видим, что с начальным портфолио в 5 тысяч годовые дивиденды 2 тысячи, при проценте 4, также при еще проценте того, что акции вырастают на 8-10%, и в итоге мы получаем наш новый баланс на конец года 17670, с учетом того, что вы еще реинвестируете дивиденды и подкидываете 12 тысяч в год, потом это становится уже 706 дивидендов, 32 тысячи портфолио, и так, если мы посчитаем до 30 лет, это будет портфолио становиться 3 миллиона 536 тысяч 636 долларов 45 центов, и дивиденды 141 тысяча, при 4% в год, что составляет примерно средний процент, но как вы помните, еще вы можете снимать деньги под 8%, что составляет еще больше, в 2 раза прирост от этой суммы, но вы должны учитывать один тот факт, что дивиденды не облагаются налогами до 40 тысяч для одного и 80 тысяч для двоих, но рост самих акций, что составляет примерно 8-10%, если вы продаете акцию и вводите деньги, то это облагается налогом, однако есть такие аккаунты под названием РосАррей, которые помогают вам выводить ваши деньги без каких-либо налогообложений, но есть некоторые условия, это те деньги, которые вы инвестируете в пенсионный аккаунт, и у вас есть возможность их снять без каких-либо штрафов, только по достижении 59,5 лет, исключая некоторые условия, и также в это портфолио можно инвестировать только 7 тысяч в год, и условия при снятии самые основные, это если вы покупаете первый дом, первая школа ребенка или, не дай бог, какой-нибудь недуг, только в этих условиях вам позволят снять эти деньги без каких-либо штрафов и оплаты процентов, но если вы инвестируете сюда довольно долгое время, то весь ваш доход и от дивидендов, и в принципе от роста акций, вы снимаете без оплаты каких-либо налогов, и в конечном счете, то, сколько вам надо инвестировать в акции, зависит только от вас, в зависимости от того, какую сумму вы хотите получать от дивидендов и от роста акций, то есть для большинства людей, если они хотят получать дивиденды в 40 тысяч долларов в год, и надо вложить примерно 1 миллион долларов в свое портфолио, для меня же это где-то примерно 2.5 миллиона, потому что я хочу получать где-то приблизительно 100 тысяч долларов в год на достижение, так сказать, пенсионного возраста, и таким образом вы считываете, сколько денег вам нужно вложить. И всем спасибо, кто смотрел меня сегодня, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, если хотите быть уведомлены о новых видео, которые будут выходить, они будут выходить намного чаще сейчас, чем до этого. И всем спасибо сегодня, и до новых встреч, всем пока!